Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Глава Ненинского округа призвал участников избирательной кампании в регионе к честной конкурентной борьбе. Об этом Александр Цибульский заявил в ходе рабочей встречи со своим первым заместителем, курирующим в округе вопросы внутренней политики Михаилом Васильевым. Речь на встрече шла о ходе подготовки к предстоящим в сентябре выборам. Выборы в Ненинском округе должны пройти во второе воскресенье сентября. Дата выборов будет назначена в начале июня на сессиях в органах представительной власти и в собрании депутатов Ненинского округа. 9 июня решения о ее назначении будут официально опубликованы. В настоящий момент в регионе завершается процесс формирования муниципальных и участковых избирательных комиссий. У нас формируется 51 УИК, участковые избирательные комиссии во всех населенных пунктах, и две муниципальные избирательные комиссии. То есть территориальные комиссии укомплектованы полностью. Муниципальные комиссии – это муниципального района Заполярного. Там 10 членов комиссии мы их подобрали, в принципе, вынесли предложение в Совет Заполярного района. И в районе 30 мая будет сессия, где они будут утверждены. И муниципальная комиссия города Наринмара. Там 8 членов комиссии, также члены комиссии подобраны, будут внесены на днях в собрание муниципального образования города Наринмара, также для утверждения. Еще одним мероприятием, предваряющим сентябрьские выборы, станет праймерис. Предварительное голосование организованной партией «Единая Россия» пройдет 3 июня. Для проведения процедуры в регионе, в том числе в сельских населенных пунктах, утверждено 25 избирательных участков. У нас будет проходить так называемый праймерис или предварительное голосование. Это формат, выбранный в свое время партией «Единая Россия». Я так понимаю, что это, в общем, подтверждение открытости позиции партии и предварительное голосование, на котором люди могут отобрать наиболее предпочтительных кандидатов. Я, когда мы с вами говорили, просил, чтобы у нас в этом году этот процесс праймерис прошел максимально открыто, чтобы максимальное количество людей могли принять в нем участие. Для того, чтобы мы действительно посмотрели тех, кто пользуется поддержкой населения. В настоящее время участники предварительного голосования принимают участие в дебатах. Эту форму общения и позиционирования кандидатами своих предвыборных намерений Александр Цибульский поручил сделать максимально открытой, чтобы дебаты были доступными для широкого круга населения. Вместе с тем глава Нейнского округа обратил особое внимание своего заместителя на проведение в регионе честной предвыборной кампании, как в период праймерис, так и непосредственно в период подготовки к сентябрьским выборам. У нас в округе, мне кажется, лимит на какие-то интриги и вот это вот заказные черные пиар-акции закончился. Нам надо на самом деле настраиваться на созидание и понимать, что как единая команда, люди, разделяющие идею о развитии нашего округа, должны прийти к управлению и помогать нам реализовывать эти идеи. Завершая встречу, Александр Цибульский отметил, что сейчас перед регионом открывается много возможностей, которые надо будет реализовать. Мария Владимирова, Вадим Носкин, Телеканал «Север».